Сегодня поговорим о казачестве, о его роли в революции и гражданской войне и вообще о судьбе казачества. Сейчас казачество тема, которая в ряду других тем, не особо-то выделяясь, полностью мифологизирована. Она политически переписана, так же как переписывается вся остальная история Советского Союза. В чем мифологизированность этого казачества? Она мифологизирована в том, что, во-первых, большевики в ходе так называемого расказачивания истребили миллионы казаков, что был настоящий геноцид, то, что казаки в подавляющем большинстве сражались в гражданскую войну на стороне белых, то, что после революции казачество продолжали истреблять в ходе коллективизации и так далее. Ну и, наконец, это то, что казачество было с самого начала и до самого конца враждебно советской власти. Но если мы рассмотрим вот следующий момент, в самом начале самое главное. Еще до Октябрьской революции во многих, практически во всех казачьих войсках начались дебаты по поводу расказачивания. Слово «саморасказачивание» сейчас понимается неправильно. Оно понимается так, как выполнение так называемой директивы Свердлова, это весна 1919 года, по которому якобы было приказано уничтожить казачество. Об этом позднее. А на самом деле расказачивание – это выход из сословности. Да, казаки имели целый ряд привилегий, но они имели и, с другой стороны, целый ряд тягостных обязанностей. Все, жизнь так или иначе привязана к воинской службе, служат гораздо дольше, чем обычные крестьяне. Покупают лошадей, бундирование и так далее. То есть у них был целый ряд неприятных для них обязанностей. Ну и, конечно, это то, что их заставляли участвовать в подавлении так называемых аграрных беспорядков, рабочих волнений и так далее. И это до революции снискало казакам недобрую славу в народе, славу нагаечников, палачей царизма и так далее. То есть сами казаки формально были более грамотные в целом, чем крестьяне. Но это только формально. У них просто был процент больше умеющих читать и писать. Но ведь понятно, что уровень человека, его знания, они не ограничиваются умением читать и писать. Вот что касается общественных отношений, жизни в стране, функционирования государства, казаки, как ни странно, были менее знающие. Почему? Потому что они варились в своем котлу. Очень маленький процент из них попадал в города, менял какую-то профессию, становился рабочим или еще ремесленником, или каким-нибудь торговцем. Очень небольшой процент. Самый маленький из всех сословий. То есть они варились в собственном соку. И над ними постоянно был очень жесткий надзор. Вся система атаманской власти, она была выстроена так, чтобы контролировать казачество, чтобы оно, не дай бог, не заразилось какими-то революционными идеями, чтобы они не отказывались, короче, выполнять свои функции вот этих, значит, нагаечников. Ну, честно говоря, не одни казаки участвовали в подавлении аграрных беспорядков и рабочих волнений. В этом участвовали и драгуны. В частности, вот известная картина Серова, которая изображает подавление кавалерии рабочего выступления. Это как раз драгуны, а не казаки. Ну, казаков было просто физически больше, их чаще использовали. Участвовали, естественно, стражники, сельские, полицейские. Ну, про них вообще у нас мало кто знает и слышал. Участвовали солдаты, в конце концов. Но в процентном отношении, конечно, больше всего применялось казачество. И вот это снискало им недобрую славу. И им тоже было внутренне тяготило, вот эта функция, значит, палачей. Однако вот эта общая оторванность от каких-то идей, тенденций, которые там, значит, в интеллектуальном мире России существовали, развивались, она привела к тому, что она, вот эта сословность у них была самая крепкая. То есть, вот из всех сословий, казачье сословие, оно было самое внутренне связанным. И казаку было очень тяжело вот вырваться из этих пут этой сословности. Ну, однако война Первомировая, она привела к такому процессу, что казачество оказалось на фронте, значительная его часть оказалась на фронте. И они как бы оторвались от этих своих стариков, атаманов. И там уже они, находясь в тылу или на фронте, столкнулись с реалиями жизни, с реалиями отношений там внутри государства. И столкнулись с проблемами, которые существуют в российской армии. Эти проблемы, они, собственно, традиционные для России. И среди них начался, естественно, протест. Как и среди остальных. То есть, вот эта идея, за что мы воюем, почему так все плохо организовано, почему такая несправедливость, она среди казачества на фронтах получила распространение. И поэтому к 1917 году казачество было очень-очень радикально настроено. В значительной части. Не все, но значительная часть. Особенно вот молодые казаки. И когда мы говорим, что в 1917 году борьба против большевиков, она опиралась прежде всего на юнкеров, офицеров и казаков, мы должны понимать, что не на всех. Например, вот в Петрограде. Там было три казачьих полка. Один был полностью под влиянием эсеров. Один был такой, условно назовем, реакционный. И один был полностью пробольшевичный. Это четвертый казачий полк, который позднее, в ходе гражданской войны, стал в Красной армии пятым полком. И откуда вышло достаточно большое количество командиров Красной армии, орденоносцев, даже комиссаров. То есть вот из трех полков один был полностью за большевиков. Так получилось, что еще до Октябрьской эволюции вот эта тема сохранять сословие и ликвидировать, она начала жестко дебатироваться в казачьих регионах. Но, пользуясь тем, что часть казаков оставалась на фронте, ну, а на фронте, еще раз говорю, везде были самые радикальные казаки. То есть настроенные оппозиционно, настроенные скорее в сторону расказачивания, выхода из сословности. И вот эти конфликты, они были во всех, без исключения, казачьих регионах. Разной там тяжести. Где-то даже им удавалось пробить этот выход из сословия. Но, все-таки, внутри, в своих регионах, вот эти старики, атаманы, они как бы путем махинации, манипуляции, запугивания, использования там каких-то рычагов, они смогли навязать вот эту линию на то, чтобы пока расказачивание не проводить. Но, тем не менее, это важный момент, что сами казаки, они к октябрю 17-го года были очень радикальны. И когда они возвращались в станицы, там они усиливали вот этот революционный элемент. Поэтому, когда после Октябрьской революции начались первые выступления против советской власти, казачество в своих казачьих регионах, практически само казачество, эти выступления подавило. Ну, самый известный пример, это вот Калединский мятеж, попытка Каледина создать в Новочеркасске такой центр южной контрреволюции, его отряды, которые он посылал, карательные, ну, самый известный вот отряд Чернецова, вторжение в шахтерские регионы, в Донбасс, там расстрелы, казни и так далее, порки массовые, там это все, конечно, было проявлением вот этой реакционности казачества. Хотя, ну, тут субъективный фактор был. Сам Каледин внутренне не был таким вот оголтелым реакционером, это был очень толковый офицер, очень грамотный, но он был излишне интеллигентен и излишне образован, и излишне воспитан. Это ему очень сильно мешало. Поэтому, когда он увидел, что основная масса казачества его не поддерживает, не то, что они все выступили против него, нет, он просто увидел, что на его стороне очень небольшая часть казачества. И он увидел, что большевики без труда смогли очень значительную часть казачества повести за собой. Ну, все, кто смотрел или читал Тихий Дон, или смотрел фильм, там это все хорошо показано. Одна из ключевых сцен романа, это вот съезд, альтернативный съезд казаков в Каменской, где руководящая роль принадлежит Потелкову и Кривошлыкову, и где огромная масса казаков выступает в поддержку советской власти. Конечно, большевики пришлые играли тут некую роль. Ну, в частности, лидер ростовских большевиков Сергей Сырцов. Он как бы из-за кулис дирижировал этим съездом. Это, конечно, факт. Но почему так происходило? А так происходило, потому что среди казаков не было, что называется, шибко грамотных. Что в целом это были довольно-таки забитые, отсталые люди в политическом плане. И поэтому красных казаков, большевиков в этот период было очень мало. Ну, были. Значит, например, помимо Потелкова и Кривошлыкова большую довольно роль играли братья Дорошевы, самый известный Ипполит Дорошев, офицеры, которые были все-таки более-менее грамотные, которые потом играли руководящую роль. Виталий Ларин, тоже донской казак, но из учителей. Отец его был казак, но учитель. Этот учился уже в Новочеркасске. То есть там была какая-то группа все-таки более-менее образованных казаков. Вот еще раз говорю, проблема в казачестве была то, что основная масса была просто темная. И как только появлялись какие-то учителя, какие-то где-то учившиеся люди в Новочеркасске, других каких-то центрах, тут же среди вот этой молодежи казачьей возникали революционные идеи, они становились политическими активистами, большевиками и так далее. Это было повсеместно. Проблема была в том, еще раз говорю, что царизм специально держал казачьи массы вот в такой вот темноте, чтобы вот они политически сохраняли ему верность. И, в общем, мы видим, что мятеж Каледина был подавлен самими казаками. То есть большая часть их отказалась, умыла руки, что называется, а значительная часть, гораздо большая, чем пошло за Калединым, выступила на стороне большевиков. Ну, понятно, что так как у них была проблема с главарями, с лидерами, понятно, что среди них попадались люди случайные, авантюристы и так далее. Это происходило не только на Дону, это происходило и на Кубани, это происходило и в других казачьих войсках. Ну, на Дону, в частности, вот фигура Голубова, войскового старшины, который возглавил разгром Каледина, а потом, значит, выступил против советской власти, сбежал и был без суда и следствия застрелен в станице белоказаками. Эта фигура такая достаточно трагичная, потому что он такой был человек очень яркий, мощный. Другой такой же трагический персонаж на Дону это Филипп Миронов, тоже войсковой старшина, человек, за которым шло северное Донское казачество, довольно много людей было за ним. И этот человек, который был старым революционером 1905 года и подвергался репрессиям, и был героем на фронте, яркая личность, очень яркий человек, талантливый, талантливо выступающий, талантливо пишущий, который вел за собой значительную часть вот этого большевистского казачества. Судьба его тоже трагична, он дважды создавал проблемы советской власти, первый раз его простили, помиловали, когда он повел несформированный корпус на фронт, и большой вопрос, что бы было дальше с этим корпусом, перешел бы он на сторону белых или что? Кстати говоря, ситуация, напоминающая происшествия сейчас, значит, значит, с этим Вагнером. И, ну, тогда его помиловали, его офицеров помиловали, вернули в Красную Армию, он стал командующим второй конной армии. Ну, потом, когда начались, ну, понятно, что гражданская война, она, когда окончилась, рай не наступил, потому что все было разрушено, развалено, и в это время начались большие проблемы, голод и так далее. Надо было все это восстанавливать. Это, безусловно, привело к тому, что значительная масса крестьян была недовольна. И хотя большевики очень быстро сориентировались и отменили продразверстку, заменив ее налогом, тем не менее, вот, недовольство было довольно сильным. И поэтому, когда начались вот эти восстания, многие казаки, многие казачьи вот эти атаманы, повстанцы, они апеллировали к Миронову. Он сам стал там разъезжать по станицам и, в общем, вести разные нехорошие беседы, которые тут же, соответственно, другие казаки быть, чекистам докладывали. Ну, и финал его закономерен, его просто застрелили в Бутырской тюрьме на прогулке. Очевидно, это было по приказу то ли Троцкого, то ли Дзержинского, ну, вот, избавились. То есть, человек слишком был беспокойный. Но другие люди, которые вели себя лояльно, как, например, другой командующий второй конной армии, А.К. Городовиков, тоже, Донской казак из Калмыков, да, прекрасно жил, воевал в Великую Отечественную, был заслуженным советским военачальником, книги о нем выходили, статьи и так далее. То есть, тут надо понимать, что среди красных казаков мы видим два типа личности. Одни, это такие, как бы, продолжители стенки Разина, Пугачева. У них есть элемент нехорошего, такого, казачьего, эгоизма, если хотите, сепаратизма, но только такой вот, неразвитый, в зародыше самым. недаром во многих казачьих войсках еще в 17-18 году возникли какие-то вот такие группы казачьих демократов, да, ну, например, вот в Оренбургском казачестве там даже была партия Оренбургских, демократическая казачья. Однако, и они пытались какую-то свою казачью вот такую власть отстаивать, они говорили, что вот да, у казачества была такая нехорошая история с нагайками, но зато у них самоуправление, у них гораздо больше элемент демократии, и они могут на основе этого легко перейти, особенно, например, у уральского казачества. Но на практике оказалось, что именно вот это уральское казачество и выступило как самая галтелая антисоветская жестокая сила. Хотя вот вроде бы поначалу казалось, что там все элементы для перехода к социализму, к оперированному хозяйству там существуют. И вот что важно, что во всех казачьих войсках в начале 18-го года, когда начали вот эти первые попытки внутренней российской контрреволюции, но уже при поддержке, конечно, Запада и Востока в виде японцев, а начали вот эти мятежи, восстания, там Каледин, Дутов в Оренбурге, Семенов, Калмыков на Востоке, да, первые попытки разжечь гражданскую вину казачество само их подавило. Ну, конечно, под руководством партийных, там, большевистских, лево-эсеровских, других органов. Однако, нельзя упрощать ситуацию. во всех регионах, где было казачество, были иногородние. Эти иногородние были крайне недовольны своим положением. И был антагонизм. С детства уже дрались дети между собой, казачьи, иногородние и так далее. Иногородние были, как правило, в большинстве. Они тоже служили в армии, среди них тоже было много очень толковых офицеров в царской армии. Многие служили именно в драгунах. И эти иногородние, они, конечно, в ходе вот этого конфликта, в ходе установления советской власти, сводили счеты. Это была, можно сказать, ну, вековая, но достаточно длительная история взаимных претензий. И понятно, что, конечно, с точки зрения здравого смысла, коле все люди братья, все граждане ликвидируются сословность, казаки должны были терпеть раздел, значит, полномочий, передел земли, тем более, что середники практически очень мало теряли земли. В основном терял землю казачий кулак. Но у казачества кулаков было гораздо больше процент, чем у крестьян. Поэтому очень значительный процент вот этих богатых казаков кулаков, он был недоволен. И процент бедняков у казачества был гораздо меньше, чем у крестьян. Поэтому опора советской власти была меньше. Но, знаете, вот эта примитивная схема кулаки за белых, бедняки за красных, она не всегда работает. Почему? Потому что, например, у того же Донского казачества живущие ближе к Царицыну, к Воронежу казаки, они вследствие вот этой близости к крупным центрам промышленным выгодно торговали и были богаче. То есть у них был большой процент богатых казаков. И в условиях начала гражданской войны они поддержали красных, потому что являлись сторонниками единого государства централизованного. Этот момент нельзя тоже игнорировать, что не только бедные казачества там поддержало красных, но и мы видим среди них там Булаткина того же комбрига Донского, которого там родня генералы все и так далее. Ну и так далее. И довольно много мы видим среди комсостава, отнюдь не бедных казаков, мы видим очень разных. И вообще тут вот этот важный очень момент патриотизма. Как известно, казачество в ходе гражданской войны, и сейчас об этом много пишут, для белых сыграло злую шутку. Они с одной стороны были самыми ударными частями, то есть белое движение конечно держалось на офицерстве и на казачестве. Больше никаких козырей у них не было. Два козыря. Офицерство и казачество. Причем надо понимать, что когда говорят, что в Красной Армии тоже было дофига офицеров, генералов, даже генералы инфантерии, и так далее. Да, были, но они не дрались так, как галтело, как дрались офицеры в рядах белого казачества. Почему? Потому что многие офицеры оказавшиеся в рядах белой армии, многие офицеры оказавшиеся в Красной Армии, они оказались там вынуждены по стечению обстоятельств, потому что оказались на территории, где красные хозяйничали и так далее. Уже в ходе войны они там как-то примирились со своей участью и там более-менее у них наладились карьеры, но изначально нельзя сравнивать эффективность офицеров оказавшихся в белой армии и в красной. В белой оказались такие вот злобные матерые враги, которые специально уезжали на окраины государства, там вступали в белое движение, ну как известно белое движение у нас проходило по окраинам и как раз эти окраины то являются казачьими регионами, поэтому вот когда летом восемнадцатого года происходит мятеж белочехов и вся Сибирь значит по магистрали а гражданская война она вообще проходила по магистралям вся Сибирь значит вспыхивает вот этот сорокатысячный корпус хорошо организованный казаки которые там были многие белые сразу же кинулись помогать белочехам обратите внимание очень важный момент белочехи это не просто наши братья славяне которые в ходе войны перешли на сторону русской армии это военнослужащие французской армии судя по всему они выступили ну тому масса свидетельств выступили не сами по себе а по приказу антанты как раз проходило там совещание под Парижем и так далее и именно французские офицеры там болтались постоянно крутились и передавали приказы и так далее то есть у нас гражданская война официально начинается с мятежа белочехов а мятеж белочехов это не мятеж русской части это не мятеж казачества все казачьи выступления были подавлены вот даже на Дальнем Востоке где японцы с самого начала еще до начала гражданской войны они присутствовали у того же атамана Семенова обслуживали допустим артиллерийские батареи так как у него не хватало артиллеристов и так далее деньги платили и так далее то есть с самого начала есть элемент иностранного присутствия и такой же элемент есть и в европейском казачестве с самого начала мы видим здесь англичан французов суммы конкретные мы знаем и так далее которые передавались какие-то гарантии обещания и так далее то есть с самого начала наша гражданская война была не то что связана а переплелась с интервенцией и вот строго говоря формально как сейчас принято говорить гражданская война в России неправильно абсолютно неправильно не было бы интервенции не было бы этого приказа антанты не было бы никакой гражданской войны потому что еще раз говорю даже вот на этих окраинах в казачьих областях сами казаки подавили повсеместно вот эти проявления мятежей к моменту начала гражданской войны в белом лагере если взять какие-то группы было максимум 7-8 тысяч человек ну что такое 7-8 ну там раскинутых в Оренбурге на Урале на Дону они причем были где-то там ходили по степям плохо организованные значит не имевшие центра координации и так далее то есть гражданская война у нас начинается с интервенции и вот этот момент очень важный потому что красные казаки агитируя и проводя свою агитацию они с самого начала били в эту точку говорили что вы братья казаки вы за кого вот вы за французов англичан если вы посмотрите там есть очень неприятная сцена в Тихом Доне когда Григорий наблюдает вот этих офицеров иностранных и у него там происходит в голове такой очень сложный мыслительный процесс в отношении этих офицеров и того куда же он вляпался такой же мыслительный процесс там у них происходил у достаточно многих но так как начался вот этот мятеж обрушились окраины началась интервенция тоже по окраинам то получилось что казачьи области оказались под белыми и там начался самый дикий террор самый дикий террор ну конечно львиная доля львиная доля погибших это иногородние там я думаю процентов ну 70-80 минимум да но среди погибших мы видим и значительное количество казаков красных очень большое к сожалению их никто никогда не считал в советском союзе вот эта тема она была ну не то что запрещенная ну какие-то люди занимались но публикации каких-то солидных источников где были бы статистика цифр не было вообще вот просто от слова вообще и поэтому мы до сих пор точно не знаем что там происходило по цифрам но есть такая вот мулька что за красных выступило 20-25 процентов казачества я например не уверен в этом я не уверен что вот так мало почему потому что если мы возьмем просто комсостав красных то там огромное количество казаков я вот сейчас работаю над с товарищами друзьями над энциклопедией красного казачества Кубани у нас уже 150 командиров там красных казаков не иногородних а именно красных кубанских казаков причем от уровня полка отряда полка до уровня командующих там членов ревоинсовета армии и так далее да то есть просто командиров очень много а ведь за каждым командиром идут какие-то его земляки как формировались красноказачьи вот в какой-то станице вот был какой-то лидер вот допустим станица новоафипская да вот там был такой воронов евсеев и гаврил казуп два было причем воронов ну можно сказать из достаточно бедных а этот второй казуп он из достаточно не бедных вот и они сформировали там сначала огромный отряд потом оба стали командирами бригад бригад это только из одной столицы станицы петропавловская откуда вышел знаменитый Иван Сорокин там шесть отрядов причем большие отряды он привел ну там он обрастал к нему тянулись другие станицы да там красные казаки ну как у миронов на дону но это тысячные отряды то есть красных казаков было неизвестно сколько но в разных конечно регионах по-разному складывалась ситуация например в Забайкалье там ну дураку понятно что красных казаков не меньше чем белых в любом случае да а например много красных казаков в Оренбургском казачьем войске ну это как бы третье много в Донском да вот абсолютно вот сейчас пытаюсь установить непонятно сколько было на Кубани то есть командиров много сколько было даже в той же команде вот обратите внимание вот Железный поток гениальный роман Серафимовича используют какую лексику таманцы а с другой стороны казаки ну в самом этом таманском походе участвуют в том числе на командных постах масса казаков реально руководят руководит этим походом на протяжении всей его продолжительности начальник штаба там все меняются только начальник штаба а кадровый офицер остается Бутурин этот Бутурин Батурин он сам из казаков но его отец стал юристом в хорошем смысле этого слова и вышел из казачьего сословия ну дед его был казаком он сам кадровый офицер и вот реально вот этот человек руководит походом таманской армии и командиры полков там комиссары главный комиссар у них Кича да казак кубанский но Серафимович никогда об этом не акцентирует на этом внимание и мы не знаем а сколько же казаков было в этой таманской армии понятно что среди комсостава так много значит там Абраменко Пимоненко много значит среди рядовых тоже должно быть какое-то никто никогда не считал никто никогда над эту тему не задумывался поэтому сейчас перестроившиеся перекрашивающие историки к сожалению таких много не только в Ростове а во всех казачьих столицах они вольны как угодно трактовать писать и что интересно с каждым годом знаете есть такая циничная такая нехорошая может быть шутка что с каждым годом количество жертв голодомора на Украине увеличивается ну то же самое можно сказать о белом казачестве с каждым годом количество белоказаков увеличивается да анекдота просто да анекдота увеличивается в разы значит то есть сами белоказаки считали что их было столько-то современные историки считают что их было в разы больше а как же они сами не знали сколько их но это смешно и вот есть такая полемика между покойным оренбургским историком футарянским и ростовским главным специалистом по казачеству Венковым где они приводят совсем разные цифры абсолютно разные ясно одно если взять тот состав казаков которые служили в первую мировую войну и взять тех казаков которые оказались в белой армии то везде примерно 30-40% а не все казаки которые могли быть отмобилизованы оказались в первую мировую войну на фронте не все то есть если взять всех то есть теоретически сколько могло быть то даже не 30-40% а процентов наверное 20-25 а где же остальные вот есть такая ну как бы бытует такое словосочетание в плавнях ну то есть прятались дезертируем ну скрывались от призыва но очевидно скрывались причем огромное количество скрывалось от призыва не везде плавни были значит и по всем регионам прятались не хотели служить и так далее с одной стороны это были казаки прошедшие фронт которые были обольшевичены и идейно не хотели служить у белых с другой стороны это была молодежь которая тоже выступала ну более радикальных позиций тоже не хотела служить зато пошли служить старики которые не были на фронте в первом году но они вот оголтело поддерживали выступали против большевиков и вот это публика пошла вот эти бородатые до пупка бороды значит лампасы на гайке и вот этот создавался вот этот образ казака негативный участника гражданской войны а то что в красной армии огромное количество казак я сейчас просто назову некоторые фамилии ну самое анекдотичное это конечно генерал-майор Михаил Солнышкин он был начальником самого знаменитого пожалуй третьего конного корпуса созданного Келлером которым командовал генерал Крымов который застрелился единственная жертва Корниловского мятежа потом атаман Краснов то есть это был самый такой реакционный вот этот Солнышкин терский казак тихо мирно служил с первого дня в красной армии никто про него никогда не вспоминает да ну то есть он был у Краснова начальником штаба да то есть никто вообще про него не знает кто это такой откуда взялся родственник чей-то вот атаман Семереченского казачества Михаил Ионов он уже старенький был ну поддержал советскую власть но уже совсем был старый но у него было два сына один умный другой наоборот вот этот умный Владимир Михайлович артиллерист характерно что артиллеристы они очень часто попадали в Красную Армию почему потому что артиллеристы интеллектуально были повыше остальных там кавалерии или полстунов они бы ну как бы считались такая что ли интеллектуальная элита не только среди казачества но и среди вообще в армии российской вот один из них Владимир Михайлович служил в Красной Армии у него чумовая биография просто чумовая он столько всего сделал он там стал инвалидом художником да второй вот Александр Михайлович пошел возглавлял значит Семереченское белое казачество потом у него со знаменитым авантюристом очевидно психически неуравновешенным потомком декабриста Аненкова начались терки там тот его вытеснил и так далее то есть вот два родных брата один в Красной Армии служит инвалидом становится другой в Белой занимается интригами скандалами знаменитый самый пожалуй вот я считаю отрицательный из всех казачьих лидеров периода в Белом Движении это уральский атаман Толстов это человек который вот собственно говоря не только погубил массу людей но и благодаря ему Россия потеряла значительную часть своей территории не будем эту тему развивать чтобы казахские значит наши братья не возбудились очередной раз и вот у этого Толстого Владимира значит отец был руководителем терского казачества атаманом терского казачества а он сам вот возглавил Уральское самое реакционное и вот он его в прямом смысле довел до могилы сам буквально с несколькими десятками оказался там за границей в конце концов в Австралии значит и где значит вместе с кенгуру занимался значит фермерством и так далее а за собой оставил такой кровавый след что просто уму непостижимо вот просто непостижимо уму и у него был брат старший полковник который пошел служить в Красную Армию там в основном преподавал в разных высших учебных заведениях Красной Армии и в 42 году будучи уже совсем старым человеком он в Ленинграде блокадном отдавал свой паек детям во дворе и умер от голода вот такие два разных брата причем этот брат который пошел в Красную он в Царской Армии гораздо больше котировался и считался гораздо более толковым и карьеру делал а вот этот оголтелый бандюга который ни о чем не думал кроме вот вот этого крови вот какой-то вот просто упырь вот он сейчас прославляется про него пишут книги статьи какие-то наши вот ненормальные очевидно люди а про этого его брата старшего вы вообще нигде не найдете ничего да то есть про него все забыл служил служил мало ли там в Красной Армии служил кубанский казак Александр Леонтьевич Певнев генерал-майор второй обер-квартирмейстер главного управления генерального штаба это очень большой человек он один из создателей ну реальный создатель советской погранслужбы был военруком главного управления пограничных войск значит Никулин Иван Андреевич донской казак генерал-майор последний командир уральской казачьей дивизии генерал-майор Николай Корсун Терпский по-моему это известный военный историк тоже служил всю дорогу только в Красной Армии ну знаменитый наш оружейник Токарев он донской Саул тоже с самого начала служил в Красной Армии даже командир лейкбардии сводного казачьего полка царского лейкбардийского полка так называемый Бородин первый полковник тоже пошел кстати среди этих лейкбардийцев довольно значительный процент пошел служить в Красную Армию то есть это говорит о том что не только казачья беднота а достаточно много людей которые действительно вполне себе да причем вот командир 27-го донского казачьего полка полковник Седов категорически будучи схваченным отказался он участвовал вот в подавлении Карединского мятежа он категорически отказался переходить на сторону белых значит был очень заслуженный офицер расстрелять его повесить побоялись поэтому его там заморили в тюрьме когда Красные его освободили он скоро умер да командир Астраханской казачьей бригады генерал майор Сарычев пошел служить в Красную Армию легендарный герой крепости Осовец подполковник Михаил Свечников сразу же вступил в партию большевиков и пошел служить в Красную Армию то есть огромное количество казаков в том числе офицеров оказалось в Красной Армии никто ими никогда не занимался не было ни статьи ни книги всем наплевать значит зато вот про белых писалось огромное количество сейчас вот пишется последние 35 лет пишется огромное количество макулатуры да кстати что интересно несмотря на то что казакам как я уже сказал в начале очень трудно было оторваться от станицы и где-то там поднабраться да тем не менее мы видим и среди большевиков дореволюционных мы видим тоже есть казаки да ими тоже никто не занимался ну вот например руководители кубанских казаков братья Полуяны отец и вся семейка там братья сестра племянник чекист которого убили и так далее вот Ян Полуян он руководит фактически Красной Кубанью вот всю дорогу другой его брат более толковый Дмитрий Полуян он становится руководителем вот этой казачьей организации которая при в ЦИК функционирует проводит съезд казачий с участием Ленина и так далее братья Трифоновы один из них вот отец знаменитого писателя Юрия Трифонова автора кстати романа Старик где прообразом является Миронов да оба они крупные большевики активные участники Октябрьской революции и так далее занимают руководящие посты в Красной Армии потом один в Китае отличился и так далее значит лидер Донских Красных Казах но к сожалению рано умерший значит Кузнец такой был Виктор Ковалев комиссар значит дивизии и так далее то есть это ну как бы после смерти после гибели Потелкова и Кривошилкова основной Донской Казак да тоже с дореволюционным стажем лидер семереченских большевиков Березовский тоже активный участник революционного движения его еще накануне Октябрьской революции убили там в Семеречии ну будущие белогвардейцы так скажем да то есть Донск семереченский Казак значит такой Обухов член Реввоенсовета ряда армии брат у него белогвардейский полковник да тоже из Казаков Чевырев такой комбриг знаменитый в Оренбурге но он вроде рабочий всегда писался рабочим копнули биографию оказывается Казак и так вот количество таким образом красных казаков оно просто не устанавливалось никогда и тут есть еще проблема что так как сословия ликвидировали многие из них в анкетах писались из крестьян и определить его казачество можно по двум принципам что он родился в станице и служил в казачьих частях в царской армии иначе очень трудно определить вот он может быть казаком написаться из крестьян и только по службе в царской армии и рождении в станице его можно было вычислить а некоторых как Чевырев вообще невозможно вычислить поэтому вот эта работа она как бы требует еще дальнейших больших очень исследований теперь что касается вот этого казачьего террора да еще такого момента очень важного особенно это касается конечно донского казачества ну как известно летом 18 года после того как немцы австрийцы вышли к дон ну к донской области тут же неожиданно надо же такое стечение обстоятельств повсеместно вспыхнули казачьи мятежи белоказаков самая позорная пожалуй страница в истории атамана Краснова это даже не служба Гитлеру это его письма кайзеру Вильгельму это просто стыдно читать вот этот человек который сейчас объявлен он действительно талантливый человек писатель и так далее но это не делает из него большого патриота России он был марионеткой у Вильгельма потом он стал марионеткой у Гитлера какая-то собачья прямо такая преданность хозяину и вот именно он развернул на Дону террор но если значит красный террор расписан от и до да то сколько убил Краснов мы знаем только приблизительную цифру раньше говорили 30 тысяч я склоняюсь к этой цифре это за неполный год а сейчас откуда-то вылезла цифра 45 тысяч я думаю что все-таки правильная была старая советская цифра 30 тысяч запомните вот эту цифру да и это все нет у него конечно были там на Дону генералы офицеры предприниматели которые выступали против его пронемецкой ориентации но они были в оппозиции и их мало кто поддерживал а в целом это было такое вот прогерманское вот это его государственность это такая фактическая она была ну что самое в этом позорное что вот добровольческая армия во главе с Алексеевым потом Деникиным Корниловым Деникиным она как бы осуждала его говорила ну что ты собака с немцами связался мы же патриоты России все такое но он им передавал оружие которое получал от немцев и они этим оружием и воевали как написал я не помню кажется генерал Денисов мы омывали это немецкое оружие в священных водах Тихого Дона и значит ну короче какая-то галиматья понимаете то есть ну вы сами всю дорогу обвиняете что большевики немецкие шпионы да ну хотя уже дураку понятно что никакие они не немецкие шпионы и как раз они-то с немцами воевали они-то воевали в это время и а что сделали казаки вот отступали с боями части которые воевали с немцами да в частности вот вторая социалистическая армия из Террасполя отступала во главе со штабс-капитаном Бенедиктовым таким да и вот они расположились где-то в степи казаки их вырезали вот они сиди они ушли с фронта ну ушли ушли да но они сидели дома а эти дрались и голодные оборванные раненые с боями отходили а они их взяли и вырезали и никого это вот почему-то не удивляет никого это не возмущает Якир там оказался да он командовал батальоном из рабочих китайцев которые там лесорубами работали в Карпатах да он оставил точно так же свой батальон поехал договариваться в город по поводу Харчика там да ночью пока он ездил батальон вырезали китайцев но они не грабили не насиловали ну конечно везде казаки сейчас пишут что они грабили насиловали там что сейчас все население Дона узкоглазое поскольку китайцы их изнасиловали и так далее но это все брехня это все брехня это оправдание вот этого зверства значит убивали офицеров убивали русских там китайцев там ну в основном русские конечно были и причем это были в основном ведь еще основная масса это были военнослужащие эти полки царской армии пограничные и другие значит я не хочу сказать что все вот отступавшие например отступавшие на Кубань они украинские части они вели себя не очень мягко говоря скажем хорошо вот эти действительно могли там чего-то такого грабануть значит и так далее да но это не оправдание для вырезания этих людей не оправдание для развязывания гражданской войны но да ну уж точно и вот начинается вот это восстание причем например занятие того же Ростова немцами белыми это вообще анекдотично да то есть ну как можно говорить о немецких шпионах большевиках если вы так тесно сотрудничаете с этими самыми немцами ведь война-то продолжается мировая и если вы себя считаете настоящими русскими патриотами то зачем вы людей дурачите ну и вот 30 тысяч короче красновский режим людей погубил достаточно много средних было казаков конечно основная масса ушла было 5 центров на Дону где группировались красные вот они ушли в разных направлениях спаслись порядка 60 тысяч человек ну по крайней мере 10-15 тысяч среди них казаков точно было ушедших да ну самый конечно кровавый известный акт этого казачьего террора это так называемая кровавая пасха когда в мае 18-го года были повешены подтелков и кривовошлыков руководители Донской Советской Республики обратите внимание не ростовские большевики руководили а руководили казаки не сырцов а подтелков и сопровождавший их отряд был расстрелян по-моему 72 человека что ли человек 40 сумело спастись сбежали значит это вопиющий случай потому что происходит на Пасху потому что до этого потому что их обманули сказали мы вас пропустим но вы оставьте оружие а мы потом его отдадим потому что были даны гарантии потому что вместе отмечали Пасху Христосовались и вот буквально на следующий день они вешают и расстреливают этих людей ну это как вот это как понять ну якобы подтелков в свое время зарубил Чернецова ну и в фильме и в романе и в воспоминаниях во всех видно что Чернецов до того как его подтелков зарубил даже не берем вот этот случай что у него револьвер оказался в карбраунинг оказался в рукаве и так далее что он пытался там сбежать и так далее он до этого уже расстрелял повесил запорол огромное количество людей то что эти люди не казаки а так называемые шахтеры от этого ничего не меняется они такие же люди они такие же люди вот основная проблема с казачеством которая сейчас неожиданно вылезла после 70 лет их спокойной жизни при советской власти это проблема что они опять претендуют на какой-то особый статус вот есть вы а есть мы вот мы люди а вы вообще непонятно кто да и к сожалению к сожалению так как все вот эти окраины оказались захвачены интервентами сбежавшими туда из центра белогвардейскими офицерами и так далее казачество стали мобилизовывать насильно загонять в белую армию поэтому с конца 18 по конец 19 года конечно большинство казаков в белом движении большинство но там есть и такие как допустим вот знаменитый герой советского союза георгиевский кавалер казак которого везде пиарят которого сделали вообще символом как бы казачества Константин Недорубов да почему он символ он как бы георгиевский кавалер он и герой советского союза он и значит во всех его биографиях идет фальсификация пишет что он воевал в царской армии с немцами там стал георгием потом воевал белой армии потом воевал в красной армии потом во время великой отечественной войны опять воевал с немцами стал героем советского В чем тут фальсификация? Фальсификация в его присутствии в белом движении. Он не воевал в белой армии. Его мобилизовали, он тут же провел агитацию среди своей сотни и увел две сотни красным сразу же. То есть формально его мобилизовали, он какое-то время, несколько дней пробыл в белом движении. Но он сразу же организовал подпольную ячейку, провел агитацию, сагитировал и увел другой георгиевский кавалер Евсей Бакадоров, однофамилец белого генерала, то же самое сделал. Его тоже мобилизовали, он организовал подпольную ячейку, сагитировал казаков и увел сотни к Миронову. Поэтому вот здесь как бы надо понимать этот момент, что многие казаки оказались в белом движении. Например, первый главнокомандующий этой Донской Советской Республики Смирнов, лейбвардеец, оказался в белом движении. Потом, когда он смог, он опять служил в Красной Армии. Логутин, член первого военно-революционного комитета, который, кстати, участвовал в знаменитых этих переговорах с Калединым в Новочеркасске, тоже оказался в белом движении. Потом оказался в Красной Армии, стал орденоносцем и так далее. То есть вот этот момент перехода туда-сюда, перехода туда-сюда, это очень важный момент. Он присутствует везде, повсеместно. И, конечно, уже в 20-м году большинство казаков оказывается в Красной Армии. Показательна судьба прототипа Григория Мелехова, Харлампия Ермакова, который послужил прототипом для Шолохова в романе, которого Шолохов знал, подробно расспрашивал. Он проделал точно такую вот карьеру, как герой романа. Но когда посмотрели его послужной список и посчитали, оказалось, он у Красных провел гораздо больше времени, чем у Белых или вот в этом Вешенском мятеже. То есть гораздо большая часть службы он прослужил в Красной Армии. Да, конечно, он отличился на Германском фронте, он отличился во время мятежа этого злосчастного, но в Белом движении он служил меньше. И таких очень много. Ну вот знаменитый родственник Буденова Шапкин, который потом служил в Красной Армии и вместе с другими, кстати говоря, казачьими командирами, которые с самого начала пошли в Красную Армию, громил басмачество в Средней Азии. Вообще вот это интересный феномен, что казаков направили громить басмачей. И вот таким образом надо четко понимать, что казачество колебалось то сюда, то туда. И вот когда говорят о том, что в конце 18-го года казачество качнуло на сторону Белых, говорят о продразверстке, о каких-то там колебаниях Середняка и так далее. Но не говорят об одном, не говорят об одном, о интервенции. Это, на мой взгляд, вот я в этом убежден, ключевой момент этого колебания. Это ключевой момент. И, кстати говоря, вот покойный Каледин, он написал, что казачество, оно всегда идет за победителем, за сильным. Да, они там идут до тобой, но только до того, как ты успешен. Как только ты терпишь поражение, тут же они тебя сдадут. Ну, судьба Разина, Пугачева, самого Каледина, она это хорошо демонстрирует. Я сказал про белый террор, особенно зверски он был в Забайкале, например, на Урале. И очень важный момент, что в момент, когда советская власть рухнула в казачьих регионах, в момент начала вот этой интервенции, вмешательства, погибло подавляющее большинство лидеров Красного Казачества. Погибло большинство лидеров Красного Казачества. Вот тех, кто возглавляли станичные ревкомы, станичные отряды и так далее. Подавляющее большинство этих людей погибло осенью 1918 года, повсеместно. Поэтому дальше у Красных Казаков была проблема с лидерами. Да, вот основные лидеры погибли. Потелков, Кривошлыков, Швец на Кубани, Балабин, Бронников, Отавин и другие на Дальнем Востоке и так далее. Огромное количество лидеров погибло во время этого белого террора. Ну вот известный, допустим, Исоул Метелица на Дальнем Востоке. Ну очень много, всех тут не перечислишь. Огромен список вот этих жертв Красного Казачества, погибших вот осенью 1918 года. Тем не менее, казачьи части сохраняются. Ну и мы видим целый ряд, например, ну вот ядром 11-й Красной Армии являются именно казаки. Руководят ей именно казаки Сорокин, Одарюк, Гайчинец и так далее. Значит, много всех не перечислишь. Очень много на Кубани в комсоставе 11-й Красной Армии казаков. Да, мы видим в Оренбурге вот тот знаменитый поход Блюхера, да. Огромный рейд, который они по тылам у белых проделали. А поначалу ведь возглавлял не Блюхер, поначалу возглавлял казачий под Исоул Каширин. Причем три брата, а потом четвертый присоединился, значит, они все казачьи офицеры, сыновья казачьего атамана. Одно из ключевых станиц Оренбургского казачьего войска. Да, и эти братья Каширины потом командовали бригадами, дивизиями. Да, еще один, помимо этих Кашириных, известный оренбургский казак, это даже не был офицером, в отличие от этих. Томин, который тоже командовал потом даже корпусом, и он погиб вот как раз в Средней Азии в борьбе с басмачеством уже позднее. И целый ряд Голунов, Карташов, значит, целый ряд крупных командиров, которые вышли из среды вот этого, тех участников рейда. Кстати, начальником штаба рейда тоже был офицер казачий Исаул Леонтьев. Он потом стал начальником штаба дивизии 30-й, на базе которой, возникшей на базе этого. Да, а Блюхер только там, в ходе самого похода, когда начались разногласия по поводу, куда идти дальше, он только... Вообще, Блюхер фигура загадочная, и для меня, например, до сих пор непонятно, как он сумел обойти этих братьев, значит. Но, тем не менее, вот он именно закончил этот поход, и все лавры достались ему. Ну, а еще раз говорю, огромное количество казаков служило в Красной Армии. Вопрос в том, установить их, да, установить, где служили, в каком качестве служили и так далее. Если с царскими офицерами, благодаря вот Ганину и другим историкам, мы сейчас имеем полную картину, да, то с красными казаками мы такой картины не имеем. Да, еще что хотелось бы сказать. Миф о так называемом террористическом расказачивании. Действительно, существует директива Сверлова, очень странно написанная. Она вот, такое впечатление, что писал человек непонятно как и почему, да. И это действительно директива, в соответствии с которой на Дону были какие-то там расстрелы. Но тот же ростовский историк, главный по казачеству у нас в стране, Венков, он еще, по-моему, в советское время написал книжечку, где подробно разобрал, а сколько же действительно расстреляли. И установил очень интересную вещь, что оказывается, если Краснов повесил, расстрелял и запорол 30 тысяч человек, то эти кровавые большевики по приказу Яшки Сверлова где-то 700-800 казаков расстреляли. Конечно, это нехорошо, это очень нехорошо, да. Но все-таки есть какая-то разница между 30 тысячами и цифрой 700-800 человек. Но белогвардейская пропаганда раздула эту тему до небес и спровоцировала, кстати, на этой теме вот этот Вешенский знаменитый мятеж Верхнедонской. Значит, а каким образом они это сделали? Понятно каким. Путем фальсификации. У белых, в отличие от красных, что интересно, существовали специальные органы пропаганды с помощью фальсификации. Вот как на Украине сейчас действуют фейки, да, там вот про голодомор и так далее, так вот у белых были так называемые осваги. И вот в этих освагах сидели людишки, специально обученные офицеры, журналюги и так далее, которые фабриковали ужасные цифры красного террора. И вот когда этот ростовский исследователь Венков провел разбор этой темы, выяснилось, что даже в Тихом Доне приведены фальшивые цифры. Сцена, когда Штокман возвращается в станицу, едет и беседует с кучером, вот этот кучер ему озвучивает осваговские цифры. Почему? Понятно, что кучер не мог знать, а потому что Шолохов, когда писал роман, читал белогвардейские вот эти газеты и стал жертвой вот этого фейка. И в результате он в разговоре с этим Штокманом передает, ну, кучер озвучивает цифры осваговские, а не реальные. Да, никто не говорит, что это была правильная директива абсолютно. Но с ней, еще раз повторяю, очень много вопросов. Очень много вопросов. И потом, а где она применялась-то, собственно говоря? А когда начинаешь это дело разбирать, получается, что она применялась, получается, только на Дону и на Урале. И на Урале. Ну, на Урале там белое казачество было наиболее, как я уже говорил, наиболее злобным, наиболее ожесточенным, наиболее жестоким. И одна из причин этого, то, что суда, помимо социального конфликта, примешался религиозный. Дело в том, что эти уральские казаки, они в своей массе староверы, так называемые. И у них там возникли религиозные какие-то дружины и так далее. И вот особенно старики, вот эти, значит, совершенно оголтелые деды, которые пошли служить Толстову, вот этому младшему. И действительно зверствовали, как только можно себе представить. Объективная картина того, что происходило в казачьих областях, она очень и очень нескоро будет установлена. Хотя, вот, в принципе, всем, кто интересуется, рекомендую только одну книгу. Только одна книга. Я не рекомендую трудов, там, всех этих современных профессоров. Вот умер, к сожалению, несколько лет назад этот советский историк, профессор, доктор исторических наук, Футорянский. Вот он написал книжку «Казачество в гражданской войне». Эта книжка на сайте Ориент выложена целиком. И каждый, кто интересуется, я советую читать только эту книгу. Все остальное, еще раз говорю, это типа, как вот с каждым годом количество белых казаков увеличивается, а количество красных сокращается. Это вот из этой оперы. То есть это идет переписывание историю в угоду современной политической конъюнктуре. А конъюнктура современная печальна. Почему? Потому что, ну, по-разному оценивают численность современного казачества. Ну, минимальная цифра это 160 тысяч, максимальная 2 миллиона. Но воюет не больше 18 тысяч. Это гораздо меньше процент, чем воевала казака в Первую мировую войну. А эта война, она гораздо более важная и опасная для России, чем та. Поэтому вот к чему привело все это вранье, фальсификация, раздувание казачьего вопроса. Вот мы видим реально на фронте. Из то ли 160 тысяч, да даже если 160, 18 тысяч воюющих, это просто смешно. Причем среди них, насколько я понимаю, есть и такие как бы псевдоказаки, типа крымских казаков и так далее. И у нас сейчас есть и Ленинградские казаки, и каких только нет. Значит, я думаю, что вот эта современность и вот эта ситуация, она вот в этом споре о казачестве поставила точку. И, конечно, не перестаю восхищаться такими честными историками, как Футорянский, который и в советское время подвергался критике. Что интересно, он в Советском Союзе, где, казалось бы, люди его взглядов должны были наоборот делать карьеру, приветствоваться, а его там ругали и критиковали. Причем ругали и критиковали те самые в партийных органах, критиковали те самые историки, которые после перестройки моментально в воздухе переобулись и сейчас прославляют белое казачество. Поэтому, вот заканчивая, скажу, что эта тема фейковая. Это большой, гигантский фейк. Особенно, что касается вот этих репрессированных, расстрелянных и что касается количества поддержавших советскую власть. Да, и еще очень важный момент. Ведь, окажавшись в эмиграции, многие из казаков одумались. Там были созданы движения, так называемый Совнарод, Союз Возвращения на Родину. И очень многие, десятки тысяч белогвардейцев, в том числе казачьи генералы, вернулись на Родину. Просили прощения, там, значит, и служили, некоторые даже в Красной Армии оказались. Да, и окончательно в этом споре красных и белых казаков точку, конечно, подвела Великая Отечественная война. Великая Отечественная война для русского народа. А казаки, кстати, они в подавляющем большинстве себя сейчас русскими... Если вы возьмете любую книгу, написанную казаками о происхождении казачества, они там доказывают, что они произошли там от другой обезьяны. Вот русские от одной, а мы там с другого дерева. Значит, да, что они вообще не русские, да. Это, конечно, тоже очередной фейк, это бред собачий. Значит, конечно, по большому счету они русские. Ну, русские те, кто русские, потому что среди них же есть и калмыки, и осетины, и буряты, и бог знает, кого только нет. Но эти-то не могут отрицать, что эти, ну, они как бы калмыки, они и есть калмыки. Но вот основная масса говорит, что нет, мы не русские, у нас свое происхождение. Кстати, в Тихом Доне уже есть вот эта сцена там разговора, там есть вот эта линия, что мы не русские, вот вы мужики, вы там это, а мы вот такие. Вот Великая Отечественная война подвела жирную черту, когда вот эти вот белогвардейцы, Краснов, Шкуро и прочие оказались на стороне Гитлера, оказались палачами, карателями, и с другой стороны, десятки тысяч казаков, в том числе пожилые казаки, прошедшие Первую мировую войну, добровольцами, пошли в Красную армию. Такие вот, как этот Недорубов и множество других. Как вы знаете, Сталин уже в середине 30-х годов стал создавать казачьи дивизии, подразделения, и они себя блестяще проявили. Блестяще проявили. И вот Кущевка была символом героизма казаков в годы Великой Отечественной войны. А сейчас она стала символом позора казаков в демократической Российской Федерации. Поэтому, когда мы говорим о этом споре, точка была подведена не сейчас, а в годы Великой Отечественной войны, когда абсолютное большинство казаков, особенно молодых, и среди них много генералов, и адмиралы как головка, и героев Советского Союза в огромном количестве, значит, они уже в 30-е годы, не скажу, что в 20-е, но в 30-е годы поняли все преимущества, которые дает им советская власть. Лифты социальные, мобильность, возможность стать профессором, каким-то там ученым, инженером и так далее, трактористом, в конце концов, летчиком, значит, танкистом. Они это поняли, и уже в 30-е годы, когда мы читаем сводки НКВД, а НКВД это была, как типа при Сталине, социологическая служба, и там они фиксируют все настроения. Мы видим, что абсолютное большинство молодых казаков, оно уже в середине 30-х годов, абсолютно сторонники советской власти. Видят все преимущества и ценят эти преимущества, что они и продемонстрировали в годы Великой Отечественной войны. Поэтому тем омерзительней, отвратительней, безобразнее служат попытки современных этих дурачков, ну, я не могу другого слова подобрать, кроме слова дурачки. Не дураки, потому что дурак это все-таки что-то такое монументальное, а это именно дурачки, которые называют себя краеведами и, значит, изучают, восхваляют Шкуро, этого Науменко, Семенова, Калмыкова, значит, ну и, конечно, прежде всего, Краснова. Это предатели, предатели, натуральные предатели и бандиты. Калмыкова сами китайцы пристрелили, как бандита. Этот Семенов служил верой и правдой японцам. Кстати говоря, вот эти казаки дальневосточные, которые оказались в Китае, они там верой и правдой служили японцам, которые их унижали, которые русских вообще за людей не держали. Были жуткими расистами и ксенофобами. И, тем не менее, они им служили. Даже воевали во время вот этих конфликтов, среди японских частей были вот эти белогвардейские выкарабыши из числа казаков. Поэтому совершенно справедливо они посмотрели на Москву с высоты своих, так сказать, висельниц. Советская власть воздала каждому по заслугам. Те казаки, типа Городовикова и других, которые действительно были, этого Недорубова и многих других, которые их, ну, огромное количество, они пользовались уважением, герои Советского Союза, генералы и все. И никто их не выделял. Вообще вот в это время уже после войны даже никто и не говорил, казак ты не казак. Это было уже неважно. Мы все были одна семья советских людей. И я считаю, поэтому вот этот процесс сейчас, выделение, безусловно, основан только на одном. На корыстном расчете. Желание получить какие-то преференции. То же самое было в царской России. То же самое происходит сейчас. Эта политика до добра не доведет. Мы видим, особенно вот последние недели, насколько непрочно здание российской государственности. Мы понимаем сейчас, что все эти разговоры о стабильности, о величии и прочее на очень шатком фундаменте держатся. Поэтому иметь по окраине государства людей, которые не считают себя русскими, считают себя какими-то непонятно сверхчеловеками, на чем это основано непонятно, значит, это для нашего государства неприемлемо. Это опасно. Опасно, потому что как вот они у белых устраивали там всякие сепаратистские игры и приходилось их там, в конце концов, лидера кубанских сепаратистов казачьих, в центре Краснодара повесили. Несмотря на то, что он был священником, я имею в виду Калабухова. А других выслали или посадили. И то же самое было и с Донским казачеством, значит, у Деникина, то же самое было на Дальнем Востоке, у Колчака. Они повсеместно выступали во время гражданской войны, как сепаратисты, повсеместно, создавая проблемы руководителям белого движения. Ну, я не говорю, что это плохо, это наоборот, конечно, было хорошо, потому что они тем самым играли на руку красным. Но, тем не менее, уже тогда они показали себя, как очень сомнительные защитники единой и неделимой России. Поэтому зачем сейчас это все реанимировать, дерьмо? Да, помимо этого сепаратизма и все другие чудеса они показали. У нас, например, никто не знает, что во время Первой мировой войны царское правительство тоже пыталось организовать партизанское движение, как вот во время Ликотечественного. У них ничего не вышло и свелось к тому, что они из казаков создали так называемые партизанские части. И почему об этом мало известно? Потому что не очень был удачный эксперимент. Потому что эти казаки предпочитали орудовать и грабить, значит, в своем тылу, а не в немецком и в австрийском. Да, среди них были там герои какие-то, но в целом этот эксперимент не удался. Потому что, как любая нерегулярная кавалерия, эти люди были склонны тому, что называется, грабежами и насилиями. И это они проявили в Первую мировую войну, это они проявили на стороне белых в гражданскую войну, это описано в Тихом Доне, когда Григорий Мелехов родного отца бьет за то, что тот там ворует и так далее. Да, это черта, очевидно, наследственная. Поэтому зачем нам нужны вот сейчас создавать такое сословие, зачем надо его вооружать, создавать из него какие-то части карательные или не карательные, ну, во всяком случае, контролирующие народ, непонятно. Не проще ли обеспечить всему русскому народу достойную жизнь и существование? Две было вещи. Первая вещь. Ну, то же самое, что у белых, кстати. Но у красных это подавили, это подавили, и это растворилось, ушло. У белых оставалось. Это первая вещь. Это, ну, не сепаратизм, но желание как-то обособиться, да. Но при этом красные казаки не говорили, что вот этот регион чисто казачий, и что все руководство будет казачье. Нет, такого не было. Если мы посмотрим состав правительства Донской Советской Республики, там мы видим и не казаков. Реально большую роль играют не казаки. А потелков, кривошлыков, конечно, во главе, но там мы видим и других. То есть там, наверное, ну, не меньше половины состава не казаки. И на Дону такое, и на Кубани такое мы видим, такой какой-то элемент вот чего-то такого. Но это большевики с этим быстро справились. На Кубани это проявилось вот в так называемом мятеже Сорокина. Опять же, что там произошло, мы до сих пор не знаем. Моя версия, что Сорокин не поднимал мятежа. Моя версия, что белогвардейцы... Это не моя версия, она и на Кубани широко распространена, и есть публикация на эту тему, что белогвардейская разведка подкинула ему документы, а так как у него уже был зуб на еврейское руководство, вот советское партийное, да, причем непонятно, почему именно на Кубань надо было присылать евреев в таком количестве для руководства. Мало того, что евреи, так еще и не местные. Неужели нельзя было прислать русских? И вот этот момент, такой нехороший, традиционный антисемитизм кубанского казачества, вот это еврейские ребята, причем абсолютно не авторитетные люди, не какие-то там заслуженные старые большевики, абсолютно не авторитетные, из Одессы, из Новороссийска, вообще непонятно кто, состоявшие в Бунде, а не в РСДРП и так далее. И вот возник этот антагонизм, он повелся, ну ему только и надо было, вот ему документы, да, все, он их расстрелял. Это, конечно, преступление, это представители власти, надо было провести расследование, все это дело изучить, судить их и по суду расстреливать, если они виноваты. Ну дальше руководство Кубани выступило против него, оставшиеся. В том числе, кстати, не только оставшиеся евреи, типа турецкого, но и казаки, типа Дарюка и Швеца, казачьи офицеры, которые входили в руководство Кубани. Они все коллективно выступили против него. Значит, его и командование армии тоже уничтожили. Его, причем, пристрелили просто в тюрьме без суда и следствия. И это, конечно, вот этот эксцесс, это, ну, одно из вот проявлений нехороших вот каких-то черт, вот склонности к вольнице, недисциплинированности, которая в какой-то степени красным казакам тоже досталась генетически там от дореволюционного казачества. Но красные казаки вот не отличались никогда никакой вот такой тягой грабежам, насилием, как белые казаки. Вот этого у них не было. Они довольно дисциплинированные части, там всегда были комиссары, там велась работа. Мы знаем вот погромы, которые были во время Советско-Польской войны, там как раз отличились те казаки, которые только что перешли из белой армии в красную. И вот они, будучи, так сказать, по идеологии, психологии, еще вот белогвардейцами, они вот и устроили там. И, кстати, комиссар дивизии, который погиб, пытаясь предотвратить погром, Шевелев, он был донской казак, между прочим. Но он был изначально большевик, красный казак. И таких было достаточно много. А вот эти, еще не прошедшие политработу, не прошедшие идеологическую обработку, они вот устроили погром. И еще хорошо, что это не перекинулось на другие части, потому что достаточно много казаков из белой армии оказалось на Советско-Польском фронте. Некоторые из них перешли на сторону поляков к вопросу о патриотизме. К вопросу о патриотизме. Когда Брусилов, другие царские генералы, бывшие министры и так далее, выступили с призывом в борьбе с поляками поддержать Красную Армию, целый ряд частей и довольно крупных, состоящих из бывших белых казаков, перешли, убив комиссаров на сторону поляков. И там у поляков был целый ряд русских частей, в основном казачьих. И это, конечно, ну совершенно не красит белое казачество. Это, ну, явно говорит о том, что с патриотизмом общероссийским у них были какие-то проблемы. У красных такого, еще раз подчеркиваю, не было. Они патриоты, они державники, и они за дисциплину. Все вот эти негативные качества, которые проявились, подавлялись. Вот у нас очень любят рассказывать про Думенко, да. Некоторые даже, ну, создателя Красной Кавалерии на Южном фронте, наряду с Буденным, в какой-то момент Буденный его обошел, значит, оба они иногородние. Но разница между ними в чем? Что Буденный никогда не хотел быть казаком. Он их уважал, но он с детства с ними дрался в составе ватаги иногородних детишек. А Думенко всегда мечтал быть казаком, казачьим офицером. И вот его сейчас у нас обеляют, это такая жертва, ни за что, ни про что. Ну, мало ли кто убил комиссара, да, корпуса. Ну, дурной комиссар поехал без охраны, вот и сам виноват. Но, момент, полно донесений, сообщений от особого отдела о том, что он занимается грабежом, пьянством, изнасилованиями и так далее. Этых документов полно. И эти документы не фальсифицировал никто, никому это не надо было, невыгодно. То есть, Думенко вот как раз был носителем вот этих всех негативных казачьих проявлений. И именно его расстрел был необходим для того, чтобы остальным красным командирам, у которых вот такие грешки были, показать, что советская власть это терпеть не будет, что Ленин и Сталин это не Деникин, и там, те не могли бороться с этими явлениями. Эти большевики моментально закручивали любого человека. А проявления такие были. Вот возьмем Ивана Кочубея, то же самое, проявление недисциплинированности, насилия там, издевательств над священнослужителями и так далее. Но опять же, это совершенно из бедной семьи, совершенно политически неграмотный абсолютно парень. Кто виноват в таком его поведении? Вот не тот ли царский режим, который его не воспитывал, не образовывал, абсолютно не дал ему никакой воспитанности, культуры, чего угодно. Но тем не менее, когда его вешали, он советской власти не изменил, кричал, матерился, всех посылал и погиб как герой, не изменив советской власти. Хотя вот у него проявление вот этой, ну скажем так, анархии было вполне достаточно. И очень неприятные у него по биографии идут эпизоды. Но комиссара прислали, комиссар его прикручивал, прикручивал, держал в руках и уже это все нивелировал. Поэтому, когда мы говорим о негативных и ленях, надо помнить, что они изначально были присущи всему казачеству. Но в красном казачестве это удалось снять, и этой проблемы больше никогда не возникало. И все вот эти красные командиры казачьи, Томины, эти все Коширины, Городовиковы, все-все-все остальные, да, огромные, они никогда не позволяли себе никаких вот таких вещей, служа в Красной армии. Дисциплинированно. Один из Кошириных стал крупным чекистом. Племянник Яна Полуяна стал чекистом, погиб там в борьбе с бандами. То есть, вот в чем разница между красными казаками и белыми. Сепаратизм, разбой, дисциплина державники. Условное, условное, но ясное абсолютно любому зрячему человеку. Сепаратизм, разбой, дисциплина державники.